Главная новость. Уже второй день приходят из Санкт-Петербурга. Там продолжаются встречи глав государств. Накануне стран Евразийского экономического союза, а сегодня СНГ. Александр Лукашенко в северной столице России с рабочим визитом. Этот переговорный день для президента Беларуси начался с двусторонней встречи с азербайджанским коллегой. С берегов Невы Светлана Корольская. Второй день высокой политики в Санкт-Петербурге прибыло гостей. Если вчера это был формат Евразийской пятерки, то сегодня уже саммит глав государств стран СНГ. Причем эта большая встреча носит неформальный характер. Такая обстановка это традиция, но тем не менее никогда не обходится без обсуждения важных вопросов. Тем более хозяйка форума Россия в следующем году принимает председательство в Содружестве. Подобные саммиты это возможность обсудить вопросы и перспективы двустороннего сотрудничества. Для белорусского президента этот рабочий день в Петербурге начался со встречи с азербайджанским коллегой. В воскресенье Александр Лукашенко и Ильхам Алиев общались по телефону. Сейчас в развитии встречи. Кстати, сегодня в Петербурге Ильхам Алиев впервые после начала конфликта в Карабахе будет на одной площадке с премьером Армении Николом Пашиняном. Все эти противоречия отголоски еще времен распада Советского Союза. Именно их приходится преодолевать руководителям уже независимых стран. Деловой тон встречи был задан еще вчера. Заседание Высшего Евразийского экономического совета прошло в президентской библиотеке, которая носит имя Бориса Ельцина. Некоторые посчитали это символичным. В день, когда 32 года назад над Кремлем был спущен флаг СССР, не без участия Ельцина. Лидеры уже независимых стран говорили об интеграции. Как отметил накануне на заседании Высшего совета ЕАЭС Александр Лукашенко, встреча в определенной степени знаковая. Завершается очередной этап развития Евразийского экономического союза. В будущем году мы отметим десятилетие. Нам представлен обширный и обстоятельный доклад об итогах работы Союза за истекший период. Мы можем не только оценить результаты, но и поговорить о путях совершенствования необходимых решениях проблемных вопросов. Стабильно функционирующие общий внутренний рынок и единое таможенное пространство. Товарооборот ЕАЭС с внешними партнерами за 7 лет вырос на 340 миллиардов долларов. Объемы взаимной торговли выросли вдвое до 85 миллиардов долларов. 90 процентов расчетов в национальных валютах. Пятерки, безусловно, есть чем гордиться. Еще бы больше консолидации. Как отметил Александр Лукашенко, Евразийский союз мог бы стать одним из экономических полюсов планеты, то есть фактически гегемоном. Хотелось бы видеть Евразийский экономический союз, если не к 30-му, то к 45-му году точно одним из основных глобальных полюсов экономического притяжения. Я сравнивал, вступая в узком составе, наш Евразийский союз с другими интеграционными объединениями. ШОС, БРИКС и так далее. Мощнейшая организация ШОС. БРИКС очень распиаренная и правильно. В будущем, возможно, мощная организация, на которую смотрят многие страны, недовольные развитием ситуации в организации объединенных наций. Но сравнивая с ЕАЭС, я делаю вывод, что мы имеем больше возможностей. Возьмите ШОС, БРИКС. Они так не продвинулись в экономике, как мы. У них нет этой динамики. Они еще не достигли того уровня интеграции, который достигли мы. И главное сейчас не потерять темп. Надо двигаться в этом направлении, чтобы мы были ведущей не только региональной, но и мировой, экономической организации. Но будет экономика, к этому и политика придет, и военно-политическое сотрудничество все будет защищать. Оно тоже никуда не денется. У нас шанс. Самое главное не остановиться. Главный итог вчерашней встречи – подписание соглашения о зоне свободной торговли с Ираном, который, кстати, впервые обнуляет для нас возные пошлины, изменения в регулировании внешней электронной торговли, договоренности о механизмах применения в ЕС экономического вета, продолжение работы по гармонизации законодательства. Многое из этого пересекается и с повесткой в формате СНГ. Председательство в организации в следующем году переходит к хозяйке нынешних формов России. Она уже обозначила свои приоритеты. Это укрепление авторитета СНГ и экономическая интеграция. В эти минуты глав государств СНГ принимает Константиновский дворец. В Стрельне общение президентов пройдет в формате делового обеда. Лидеры стран Содружества в неформальной обстановке обсудят региональную повестку и актуальные международные проблемы. Светлана Корульска, Александр Зонов. Наши новости. Санкт-Петербург. Визит глав государств – центральная тема в СМИ. Еще до начала Высшего Евразийского экономического совета президента Беларуси журналисты буквально с порога засыпали вопросами. Международная обстановка напряженная, поэтому тема предсказуема о войне и мире. Есть шанс что-то решить по Украине в следующем году. Как вам кажется? Думаю, что самый шанс. Будем с ними как-то плотнее работать, чтобы они понимали, что это единственный шанс. Если им не воспользуются, будет вообще кратно. Сейчас уже и до политиков дошли. Военные поддавливают, как я всегда говорил. Военные видят, что происходит. Давление очень сильное уже. Мы, наверное, по конкуренции Зеленцева заметили, что он начинает пониматься. Просто разгоняется уже тема, что Боррель говорил в Евросоюзе о том, что чуть ли не Россия собирается напасть на НАТО. Слушайте, ну это дурь. Это человек дурной. Понимаете? Он дура. Он к политике не имеет никакого отношения. Если бы он умный был, он бы подумал так по-хозяйски. Нам с Россией дай с этими проблемами разобраться. К сожалению, у западных чиновников бывают не только абсурдные высказывания, но и политическая деменция. Особенно, когда речь о событиях Второй мировой. В ЕС бережно относятся к исторической памяти. По поручению Александра Лукашенко, белорусская делегация сегодня возложила цветы к монументам в канун 80-летия освобождения Беларуси. Вот эта историческая память должна сохраняться, должна передаваться из поколения в поколение. По поручению президента Республики Беларусь мы сегодня разложили цветы от имени Беларусь, от имени белорусского народа и поклонились в этом священном историческом месте, в месте памяти, скорби, мужества, стойкости. Пискаревское мемориальное кладбище – это скорбный памятник жертвам Великой Отечественной. Здесь упокоены 12 тысяч белорусов. Они приехали сюда учиться и работать, но планы перечеркнула война и блокада. Кто-то ушел на фронт, другие работали для победы в тылу. На кладбище установлен памятный знак белорусским ремесленникам. Они доблестно трудились, оборонялись и погибли в городе-героя Ленинграде. Новый год в новой стране, а главное – под мирным небом. В Гомеле волшебную атмосферу создали для детей-беженцев. Беларусь! Здравствуйте, ребята! Иран, Ирак, Афганистан и Украина. Не прошло и года, как эти малыши вместе с родителями вынуждены покинули свои дома из-за конфликтов. Убежищем стала Беларусь. Здесь переселенцы попросили защиты и получили всю необходимую помощь. С тех пор и наши праздники для них как свои. Дед Мороз и Снегурочка встретили своих новых друзей ярким представлением. Сказки, песни, загадки и конкурсы. Благотворительный утренник еще раз показал, что доброта и забота в наше время бесценны. Да, мы пока не знаем ни местной культуры, ни языка, но даже при этом мы видим у нас много общего. Мы тоже наряжаем новогоднее дерево и дарим подарки. Только делаем это весной, и праздничный стол у нас немного скромнее. Вместо вторых блюд и салатов печем сладкое печенье. А вот Дед Мороз, кстати, это абсолютно новый персонаж для моих детей. Знакомятся. Для того, чтобы они полностью окунулись в нашу атмосферу славянских праздников, белорусского Нового года, мы пригласили их сюда и пожелаем им добра, спокойствия, чтобы у них в жизни все сложилось, чтобы они были счастливы в Беларуси. Вообще они уже начали привыкать. В этом году к нам прибыло очень много беженцев с Ближнего Востока, а также из Украины. Праздничные сценарии тоже адаптировали. За основу взяли тему мира и дружбы. А после хоровода детей ждали сладкие подарки и фотосессия. От семейных ценностей до экономики и безопасности страны. Большой разговор в Совете Республики. Спикер встретилась с активом Белорусского союза женщин Нафтана. Чем живет предприятие? Что волнует людей? Как решаются задачи на местном уровне? Вопросы актуальны и для государства, и для каждой семьи. Говорили о сохранении института брака, материнства и детства, воспитании молодежи. Обсудили законодательную и международную деятельность. Вопросы здравоохранения, образования, экономического развития и суверенитета. Уделили внимание предстоящей электоральной кампании. Тогда, когда люди видят, что общественная организация делает очень важные и нужные дела, не в целом даже для города, допустим, или страны, а для конкретного человека, успех в этом будет несомненный. А для нас очень важна эффективная работа общественных организаций. Мы работаем достаточно плотно, совместно. Ну а кроме того, я сама являюсь членом Белорусского союза женщин и с огромной радостью всегда встречаюсь с представительницами этой общественной организации. С каждым годом женщин с активной гражданской позицией все больше встречи. В таком формате уже традиционные зачастую. Они позволяют не только поднять проблемы, но и оперативно их решить. Очередная попытка расшатать ситуацию в Сербии. Сторонники проевропейских сил устроили беспорядки в столице страны. На этот раз недовольных оказалось меньше. Они блокировали дороги у основных ведомств. Звучали призывы штурмовать здание полиции с требованиями немедленно выпустить всех задержанных. Перед стражами правопорядка толпа заметно передела и лишь передала письменное обращение силовикам. Оппозиция заявила, что сегодня снова выведет людей на улицы. В Сербии всегда такие волны протестов идут, именно когда начинаются какие-то давления со стороны Запада на действующие власти. Несмотря на то, кто на данный момент возглавляет страну, всегда такие попытки идут. Это типичный пример учебный. Это типичный Джим Шарф в форме ненасильственных революций. О чем это говорит? Каждая страна, которая стремится быть суверенной, она негодна Западу. Ранее даже западные наблюдатели признали, в ходе избирательной кампании не было серьезных нарушений. Сербские спецслужбы заявили о координации действий протестующих из-за рубежа и неудачной попытки устроить в стране Майдан по украинскому сценарию. Грипп ОРВИ и даже корь. Медики отмечают подъем заболеваемости вирусными инфекциями. Ситуация в стране сезонная, в зоне риска малыши до года и пожилые. Помимо простудных заболеваний встречаются и завозные редкие инфекции. В Беларуси 140 случаев кори. В основном это непривитые дети. Болезнь вызывает осложнения и может стать причиной тяжелых последствий. Корь в первую очередь это респираторная инфекция, которая передается воздушно-капельным путем. И первые симптомы у нее обычно начинаются, как и у любой респираторной инфекции, с кашля, повышение температуры тела, в последующем уже присоединяется сыпь. Корь в целом в некоторых случаях может привести в том числе и к летальному исходу. Для массовой вакцинопрофилактики гриппа в стране закуплена инактивированная гриппозная вакцина, трехвалентная, которая содержит в своем составе два вируса гриппа А и один вирус гриппа Б. Те вакцины, которые используются у нас для вакцинации, они выращены на куриных эмбрионах. Поэтому абсолютное противопоказание это только одно, это выраженная реакция на куриный белок. Врачи напоминают о профилактике, а самый действенный способ это вакцинация. Окунуться в волшебство. У Минской ратуши каждый вечер новогодний вернисаж. Картины буквально оживают перед зрителями. Воснецов, Шишкин, Пикассо, Малевич. Работы классиков в интерпретации современников. И здесь главное не краски на холсте, а люди. Поменяется и сюжет. Например, всем известная картина «Утро в сосновом лесу» преобразится в поиск медведями новогодней елки. А в знаменитом квадрате Малевича можно разглядеть Деда Мороза. В прошлом году здесь было очень интересно, поэтому решили в этом году повторить. То есть ребенку нравится музыка, танцевать. Прочитали в интернете, позвали соседей, решили встретиться с семьей. Впечатление, эмоции. Новый год скоро. Мы из Петрозаводска с классом приехали на экскурсию. Увидеть картины можно до 7 января. Трехчасовое представление не оставит равнодушными ни взрослых, ни детей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова